Более 300 фотографий и 42 фильма о путешествиях прислали авторы со всей страны в Хабаровск на фестиваль «Грань». Он проходит 13-й год подряд. Организаторы отмечают, что техническое мастерство участников стало значительно выше. Наталья Смоленинова с подробностями. Предприниматель Дмитрий Волокжин участвует в фестивале «Грань» не первый раз. Туризм и видеосъемка – его два любимых хобби. И в этом году на суд жюри он принес фильм о своем летнем путешествии по Охотскому морю. С помощью коптера Дмитрию удалось заснять китов, нерп, охоту косаток. С друзьями на лодке он прошел 500 километров, а в бухте Врангеля путешественники столкнулись с морскими хищниками лицом к лицу. Тут косатки разворачиваются и подходят к нам. И они подошли прямо к нам к лодке и стали вокруг лодки кружиться. И удалось все это заснять, конечно, эмоции зашкаливали. Потому что косатка весит около 7 тонн, а мы тут на резиновой лодочке посреди моря открыто. А вот Наталья Никитенко участвует в фотоконкурсе. Снимки с пейзажами полуострова Гамова, что в Приморье, она представила в новое для фестиваля номинации «Путешествие». Здесь авторы могут предложить не одну, а сразу серию фотографий. По одному снимку трудно судить, то есть какая-то одна картинка. А если объемные, несколько картинок, уже можно представить себе, что там на самом деле. В этом году география участников фестиваля «Грань» самая обширная за всю историю проведения, отмечают организаторы. Свои работы прислали авторы со всей России. Участвуют Москва, Петербург, Волгоград, Кабардино-Балкария, Иркутск. На данный момент на конкурс фестиваля «Грань» уже заявлено более 300 фотоснимков и 42 фильма о путешествиях. Вот еще вчера мы говорили, что остается 12 дней до конца приема работы, а сегодня уже 11. На следующей неделе воскресенье – последний день приема работы. Поэтому все, кто еще судорожно субботами, воскресеньями, ночами делают фильмы, поторопитесь, пожалуйста. В начале февраля жюри, профессиональные фотографы, видеографы и туристы отберут лучшие фильмы и фотографии. Работу победителей представят широкой публике на выставке в музее Миниградекова и на кинопоказе в кинотеатре «Гигант». Наталья Смоленова, Александр Шумихин, телеканал «Губерния».